30 апреля, накануне биотификации Папы Римского Иоанна Павла II, со всех концов мира в Вечный Город прибыли около миллиона паломников, в том числе 88 делегаций из разных стран и 16 глав государств. На площади Святого Петра царила атмосфера радости и единства. Праздничные мероприятия, приуроченные к предстоящему событию, распространились по Риму. На территории античного Большого цирка проходило всеночное бдение, в котором приняли участие около 200 тысяч паломников. Также, в связи с биотификацией, большинство церквей в центре Рима были открыты в течение всей ночи. 1 мая в 10 часов по местному времени в Ватикане начинаются торжества по случаю причисления Иоанна Павла II к лику блаженных. Мессу на площади возглавляет Папа Римский Бенедикт XVI. По традиции, кардинал Агастина Валлини зачитывает документ о признании героических добродетелей Папы Иоанна Павла II и просит о причислении его к лику блаженных. Бенедикт XVI, обращаясь к собравшимся, зачитывает формулу причисления к лику блаженных Папы Вайтилы. День памяти нового блаженного будет праздноваться Церковью 22 октября. В ходе торжественного провозглашения открывается покрытое тканью изображение и поется официальный гимн, написанный в честь блаженного Иоанна Павла II. Все окрестные улицы переполнены людьми, которые могли наблюдать за богослужением на больших мониторах. Участники церемонии не могли сдержать своих чувств, многие плакали. «Блажен Ты, возлюбленный Папа Иоанн Павел II, ибо уверовал. Молим Тебя, продолжай укреплять с небес веру народа Божия. Аминь», — сказал в своей проповеди Бенедикт XVI под аплодисменты паломников. На праздничной мессе выставляется для поклонения реликвия блаженного ампула с кровью. Реликвию подносят сестры-монахини, одна из которых — исцеленная по заступничеству блаженного сестра Мария Пьер Симон. Кровь, находящаяся в ампуле, была взята у понтифика в последние дни его болезни сотрудниками Центра переливания крови детской больницы Бомбина Джизу. Две ампулы с кровью были переданы личному секретарю Иоанна Павла II, архиепископу Краковскому, кардиналу Станиславу Дзивишу. Молитва верных звучит на разных языках, в том числе и на русском. Да последуют правители народов и наций зову социальной заботы Церкви, да осознают необходимость жить по Евангелию жизни. За два дня до биотификации гроб с мощами Иоанна Павла II был извлечен из крипты собора святого Петра. В течение этих дней все желающие имеют возможность помолиться у гроба понтифика. После поклонения мощь блаженного переносится в правый предел базилики под алтарь-часовня святого Себастьяна. Надгробная плита от скрытой могилы будет перевезена в Краков, где ее поместят в храме, который будет освящен во имя блаженного Иоанна Павла II. Вечером 1 мая в базилике Санта-Мария Маджоры митрополитом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем было отслужено благодарственное место для российских и белорусских паломников. Богослужение совершалось на русском, белорусском и отчасти польском языках. Благодаря за вас и за многих будет пролита теле отмышления Павла II.